Уже в текущем году в областном центре откроют столь необходимый региону дворец юношеского творчества и дворец молодежи. Финансирование строительства объектов ведется за счет спонсорских средств через общественный фонд ПАРЭС. С ходом строительства здания ознакомился Акимобласти Бердебек Сапарбаев. Подробности у Николая Сырбова. Строительство дворца юношеского творчества в микрорайоне БАТЭС-2 уже находится на стадии завершения. Финансирование проекта ведется за счет спонсорских средств ТНК Касхром через общественный фонд ПАРЭС. Предварительная стоимость строительства объекта превышает 1 миллиард тенге. Четырехэтажное здание разделено на условные три блока. Общая площадь строения превышает 13 тысяч квадратных метров. Уже 4 числа привезут оборудование для большой люстры в фойе, и мы ее сразу установим. Также привезли всю необходимую мебель. Также глава региона побывал на строительной площадке многофункционального комплекса, более известного как Дворец молодежи напротив парка имени первого президента. Общая стоимость проекта превышает 1,5 миллиарда тенге. Финансирование также ведется через общественный фонд Парыц при спонсорской поддержке нефтяной компании CNPC Актубе Манайгаз. Отметим, что Дворец молодежи планируется ввести в эксплуатацию летом. В ходе посещения строительной площадки Акимобласти Бердебек Сапарбаев рекомендовал подрядчикам активно озеленять территорию, сажать деревья и разбивать цветники. Николай Сырбов, Жанадир Сагиев, Казахстан, Актубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова